сегодня 22 июля 2019 года в открытом грунте 9 июня я посеяла кустовые огурцы из пакетика неженские посеяла тоже огурчики но и по старой традиции именно сегодня 22 июля наши мудрые предки собирали первый урожай первые огурчики но вот у меня тоже получилось первые огурцы к 22 июля на кустике вернее с пакетика неженские вот такие красивые огурчики вот еще формируется еще огурцы видно что было какое-то напряжение со спорами грибковых заболеваний но я обрабатывала гаупсин трихофит огурцы начинают плодоносить но сегодня речь у нас пойдет о других огурцах которые мы уже собираем вот уже с начала июня почти два месяца мы раиса горяченко и александр волик приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы и предлагаем вам видео в ответ на многочисленные вопросы по выращиванию огурцов с таким охлаждающим названием как арктика f1 это гибрид южнокорейской селекционной семеноводческой компании пусть простят меня корейцы но прочитаю его название так нонгву био арктика это один из переводов корейского названия на русский язык но по мнению некоторых специалистов корейцы вложили в это название чуть больший смысл есть перевод названия этих уникальных огурцов который звучит так арена и первое название арктика и второе арена соответствуют характеристики этого шедевра южнокорейских селекционеров именно шедевр из многочисленных партенокорпических иностранных огурцов потому что таких огурцов я еще и не видела и не выращивала до 2016 года осенью 2015 года купила первые 10 семян в интернет-магазине профессийной на сине а весной все 10 семян были посеяны и все взошли и то что потом показали растения этих огурцов можно рассказывать только с восхищением но сегодня мы ставим перед собой другую задачу сделаем анализ некоторых особенностей огурцов арктика f1 чтобы те кто только будет начинать выращивать эти уникальные южнокорейские огурцы могли не проходить наши ошибки поэтому начнем с самого начала сеем семена арктики в апреле благоприятные дни на растущей луне в горшочке высотой 13 сантиметров почему такие высокие и довольно таки объемные эти огурцы с самого начала после всходов начинают формировать мощную корневую систему мы снимали видео о посадке рассады огурцов 13 мая и об этом на нашем канале есть видео снизу сделаю сноску можете посмотреть это видео полностью и понять важное правило арктика как прочими другие партенокарпические огурцы выдающие на гора солидный урожай зеленцов требуют плодородной почвы органических удобрений мы это правило стараемся выполнять максимально в теплице где выращиваются корейские огурцы растут сидераты вносится осенью зеленые удобрения курник специально органическое удобрение из куриного помета кухонные отходы осенью и зимой ну а в видео о посадке огурцов мы показали и наше ноу-хау и заключается оно в том что в лунку при посадке добавляется 3 столовые ложки рыбной муки и 3 столовые ложки мясокосной муки и 3 столовые ложки кормовых дрожжей эти вещества купленные ветеринарной аптеке служат нам органическими удобрениями долго играющими удобрениями которые осваиваются огурцами постепенно в течение всего сезона раз речь идет о питании то хочу обратиться к тем кто думает что арктику достаточно посадить поливать и только собирать урожай животноводы говорят у коровы молоко на языке а об арктике можно перефразировать и сказать так урожай зеленцов в корнях растений именно мощный корень принимающий питание из почвы из поливочных растворов творит эти чудеса с большим урожаем огурцов период вегетации три раза в месяц поливая огурцы молочным раствором ну а то у меня есть видео но я напомню что 10 литров добавляю 200 миллилитров свежего молока и на каждое растение по 10 литров воды поливаю дважды в месяц кормлю огурчики зеленым удобрением тоже напомню что я делаю 9 литров воды добавляю 1 литр зеленого удобрения это размешиваю и под каждое растение 10 литровое ведро постепенно подливаю для того чтобы корневая система могла напитаться вот этим вкусным полезным питанием в котором есть все микро и макроэлементы обязательно раз в месяц поливая огурцы раствором с фитоспорином м-пастой по инструкции и по инструкции все делаю и развожу и поливаю слейки для того чтобы мульча которая замульчирована все вот она была тоже обработана раствором фитоспорина фитоспорине не только сенная палочка стоит на страже здоровья корней но и органические гуминовые вещества также питают растения и вот это этот раствор с фитоспорином также нравится нашим огурчиком и так мы рассказали о первом очень важном правиле питание растения огурцов arctic f1 а теперь посмотрите на рисунок на котором я нарисовала растения этого уникального огурца внизу рисунка почва а в ней мощная корневая система когда осенью перекапываю с трудом землю где росли эти огурцы там очень много корешков разных диаметров буквально вся почва в корешках у других огурцов такого не наблюдается а теперь смотрим на само растение присмотритесь к побегу арктики внизу здесь правило мощного корня продолжается ведь от того что мы будем делать с маленькими зеленцами и пасынками в первых пяти пазухах листьев зависит также развитие и мощность корневой системы начиная с первого и по пятый лист легонько удаляем корнишончики и пасынки исследованиями селекционеров практически доказано что во время роста побега до высоты пятого листа идет интенсивный рост корневой системы которые затем в течение всего сезона будет обеспечивать питанием растения огурца корни это и есть язык коровы которые являются главным действующим лицом для формирования высокого урожая зеленцов не только арктики но и у других партенокорпических огурцов вернемся к рисунку арктика требует правильного формирования стебля второе правило гласит для получения высокого рожа урожая введем растение в один стебель если оставлять пасынки и формировать боковые побеги то очень большая часть питательных веществ будет расходована на стебли на листья а значит огурцов будет намного меньше поэтому учитываем это требование именно арктики и формируем ее в один побег растение арктики красиво грациозно листья мощные такие зеленые огурцы в пучках красивые имеет форму цилиндриков длиной уже вот созревшие от 10 до 12 сантиметров зеленцов очень много из самых разных размеров от низа до самого верха кстати есть одна особенность формирования огурчиков в мае и в первых числах июня еще были прохладные ночи и на стебли в пазухах листья формировались только и закладывались только по одному зеленцу а как только похолодало в июле до плюс 15 ночью и даже было плюс 13 партика снова стала выдавать по одному огурчику пазухи листа зато в теплое время и даже в жару росли зеленцы по два по три в пучках красавцы на пасынках они любят расти чаще всего парочками мы снимали это видео в июне и июле и вчера и очень хорошо видна еще одна важная особенность этого растения огуречного шедевра это пока единственный гибрид у которого такие короткие междоузлия а они размечены размечены на побеге на расстоянии от 6 до 8 сантиметров вот откуда такая высокая урожайность зеленцов у арктики буквально на всем побеге формируются зеленцы и почти все превыш превращаются в такие вкусные огурчики пользуясь случаем даю подсказку кто собирается выращивать арктику сейчас уже во второй половине лета этот гибрид хорошо себя чувствует не только весной но и осенью если есть укрытие но урожай при неблагоприятных условиях то есть при понижении температуры будет намного меньше зеленцы будут формироваться по одному в пазухе листа есть еще одна особенность у корейского огурца в теплицах обычно огурцы прищипывают на высоте около двух метров а прищипка для растения арктики это команда начинать формировать в нижней части побега новый пасынок из которого растет полноценный новый побед и снова ведется растение в один стебель рядышком уже с отслужившим этот процесс образования нового побега называется регенерацией благодаря этому процессу получается что нет надобности заново высаживать новую рассаду огурцов корень настолько мощный у арктики что при дальнейшем питании продолжает творить чудеса на новом стебле опять такая же картина стебель короткие между узле по два-три огурчика у каждого листа если оставлен кусочек пасынка то и на пасынке растут огурчики ну и когда я пропускаю иногда вот пасынки я увидев что пасынок растет оставляю буквально на пасынке один листик и прищипываю и обязательно листик у листика растут два-три огурчика так что ничего страшного если где-то пасынок забыт не вовремя прищипнут ну и самое главное преимущество которое оставила на закуску вкус огурцов сказать отмены и вкус этого мало надо добавить арктика это аромат огурцов из детства именно такие огурцы мы ели в детстве и еще они хрустящие сладкие подходят для питания в свежем виде и для различных заготовок для засолки для консервации к этому остается добавить что это ранний партенокарпический огурец из группы супер ранних огурцов посудите сами посеяли в этом году семена на рассаду 11 апреля в 10 часов утра это очень было благоприятное время растущей луны в раке ну а 13 мая они готовы были к высадке и мы рассаду посадили а в первых числах уже собирали зеленцы первых числах июня можно было бы завершить на этом рассказ об урожайном уникальном огурце арктика или арене но так как на днях поступили несколько вопросов о защите от вредителей и болезней то хочу заметить что они устойчивы к ряду заболеваний селекционеры в этом плане хорошо потрудились огурцы арктика устойчивы к вирусу табачной мозаики ложной мучнистой россии фузариозу но это не значит что растение можно в жаркую погоду поливать холодной водой не эмульчировать почву и не опрыскивать против вредителей болезней хороший уход за растениями арктики окуп окупится сторицей высоким максимальным урожаем очень вкусных зеленцов на сегодня по теме огурцы арктика f1 у нас все будут новые открытия в теплице на грядках в саду обязательно поделимся с вами поэтому подписывайтесь и всегда будете первыми в курсе интересных событий лайкайте комментируйте прощаемся с вами до следующего видео всего вам самого доброго доброго